Государственный симфонический оркестр Ленинградской области накануне вечером выступил одновременно в девяти залах, одном реальном и восьми виртуальных. Концерт стал первым в истории шести новых онлайн-площадок в райцентрах. Зрителям удалось сохранить положенную социальную дистанцию. Некоторых отделяли друг от друга десятки и сотни километров. Репортаж Анны Окладниковой. Люди из разных точек региона в одно и то же время следили за взмахом дирижерской палочки. Что за магия, спросите вы? Секрет прост и кроется он в возможностях современного оборудования. Работает оно по принципу телевещания, но сигнал распространяется только до тех городов Новгородской области, где есть виртуальные концертные залы. До недавних пор их было только три, теперь во столько же раз больше. Все это случилось в этом году благодаря национальному проекту культуры. А это значит, что еще больше жителей нашего региона смогут приобщиться к высокому искусству, смогут видеть виртуозные выступления исполнителей и коллективов из лучших концертных залов нашей страны. Трансляция в этот раз шла со сцены Новгородской областной филармонии. Приглашенные гости, симфонический оркестр Ленинградской области Таврический, сыграли для публики лучшие произведения композитора Андрея Петрова. В программе есть очень хороший баланс любимых песен из кинофильмов, любимых мелодий из кинофильмов, интересных симфонических обработок на темы мелодий из кинофильмов, просто романцев, которыми тоже славится музыка Андрея Петрова. Ну и самое главное, мне кажется, есть душа автора, который живет в каждом произведении. Возможность побывать на таких концертах скоро появится и у жителей Чудова. В 2021 году там будет новый современный зал с большим экраном. Тем самым к виртуальной концертной сети региона подключатся 10 городов области. Анна Окладникова, Андрей Константинов. Новости Новгородской областной телевидении.